Увеличить доходы сельских учителей и врачей. Такой законопроект президента принят сегодня в окончательном чтении. Таким образом, у сельских преподавателей и медработников в три раза уменьшается подоходный налог. Сейчас в них удерживается 15% зарплаты, а со следующего года только 5%. Хорошая новость и для молодых семей. Сумма, с которой они не будут уплачивать подоходный налог, увеличена в 3,5 раза. Им будет предоставляться льгота на сумму, равную приблизительно 25 тысяч долларов. Данная инициатива направлена на поддержку молодых семей, для того, чтобы молодые люди оставались у нас в республике, приобретали жилье, соответственно работали. По предложению главы государства, со следующего года владельцы частных автомобилей при техосмотре не будут платить в дорожный фонд. Вместо автолюбителей деньги перечислят продавцы бензина и дистоплива. По данным госслужбы цен, сейчас каждый третий рубль, который расходуется на покупку горючего, идет в карман заправщикам. Это их чистая прибыль. Теперь часть этих доходов направят на ремонт дорог. Акцизы на топливо вырастут, но все равно останутся ниже, чем в соседних странах. Хозяйствующим субъектам, которые очень успешно работали, и мы тогда понизили с вами акцизы, акцизы, аргументировали тем, что у нас цены будут гораздо ниже, чем в сопредельных государствах. И к чему мы с вами пришли, коллеги, несмотря на то, что акцизы мы понизили и бюджет не добирает, в том числе и дорожный фонд, цены у нас практически выровнялись. Практически цены, что в Молдове, что в Украине, что в Приднестровье практически равны. ПАИ – еще одна важная тема. С этого года сельчане гарантированно начнут получать паевые выплаты. Однако 15 лет назад сертификаты, подтверждающие право на земельную долю, выдавались только колхозникам, а интересы работников совхозов никак не учитывались. Сегодня представлен законопроект президента, исправляющий ситуацию. Чтобы плату за ПАИ получили не только колхозники, но и бывшие работники совхозов, со следующего года паевой сбор с землепользователей предлагается увеличить на 30 рублей с гектара. По нашим предварительным подсчетам, сумма граждан, которые работают в совхозе, пенсионеры, которые на сегодняшний день являются, это примерно около 10 тысяч человек. Естественно, база данных будет устанавливаться, и это потребует дополнительного сбора в 6,3 миллионов рублей. Предложение принято, работа с совхозами продолжится. Что касается бывших колхозников. По словам министра, до 1 ноября планируется подготовить списки тех из них, кто получил на туроплату. А перечисление денег сельчанам начнется 15 ноября. Степан Бугаев, Роман Лицуков и Дмитрий Дьяков. Первый Приднестровский телеканал.